Это программа «День с толком». Итоги уходящей недели подведем сегодня вместе в студии Елены Макаренко. Начнем выпуск с важных мер, которые приняли в регионе для сохранения безопасности жизни и имущества людей. 27 апреля в Крае ввели особый противопожарный режим. Это значит, что сейчас запрещено проводить любые пожароопасные работы в лесах и на землях сельхозназначения. Запрещено разводить костры, использовать фейерверки, а также эксплуатировать технику с неисправной выхлопной системой. Это может привести к возгоранию сухой травы. С середины апреля на землях лесного фонда уже произошло 34 пожара. Огнем поражено почти 540 гектаров. И вот сегодня, и до вторника включительно, будет стоять не по сезону жаркая погода. Местами днем до плюс 30 градусов. Поэтому риск возникновения пожаров очень велик. Будьте осторожны. На этой неделе губернатор Края отчитался о работе правительства за прошлый год перед краевыми депутатами. Сквозной темой доклада стал уровень доходов жителей региона. В частности, и глава региона, и парламентарии особое внимание обратили на проблему недостаточного роста зарплат у бюджетников. Продолжит тему Анна Рашагирова. Размер зарплаты алтайского заводчанина почти на 30% меньше, чем, к примеру, в соседней республике Алтай, и наполовину ниже, чем в Красноярском крае. Об этом говорят алтайские парламентарии, парируя к данным из отчета губернатора Виктора Томенко. Резонанс вызвал и показатель среднедушевого дохода. В разные месяцы, по данным официальной статистики, его размер не больше 20 тысяч рублей. И это при том, что прожиточный минимум 12 тысяч. Кто-то может объяснить, как человеку прожить при той ситуации, когда реальный доход гражданина составляет чуть больше 20 тысяч, а прожиточный минимум почти две трети от этого дохода. Такие пропорции не являются нормальными. Только вот этих цифр, по мнению фракции, достаточно, чтобы оценить работу высшего органа исполнительной власти как неудовлетворительную. Партия коммунистов единственная не высказала свое «за» или «против» поддержку отчета главы региона. Остальные фракции дали в целом положительную оценку работе губернатора. Но без критики не обошлось. Из доклада в доклад кочевала тема низкого уровня зарплат. И даже повышение ее в прошлом году, замечают депутаты, остались незамеченным для населения из-за инфляции. В особенной ситуации оказались вчерашние студенты. Низкие зарплаты молодых специалистов в образовании, здравоохранении, культуре, спорте, на гос- и муниципальной службе. У нас в крае, в этих отраслях, зарплаты и так в целом невысоки. Но максимум, на что, как правило, могут рассчитывать молодые специалисты, это мрот. Однако, в целом, слушая отчет губернатора, складывается впечатление, что 2021 год был неплохим. Есть успехи, например, в промышленности. Предприятия произвели и продали почти на треть, больше, чем годом ранее. Объем воловой продукции и сельского хозяйства вырос в полтора раза по сравнению с 2020 годом. Жилья стало на 1 миллион квадратных метров больше. На нашем особом контроле вопрос обеспечения детей-сирот жилыми помещениями. Благодаря совместной работе с депутатами Алтайского краевого законодательного собрания, с прокуратурой Алтайского края, в 2021 году совместно нами был найден способ решения многодетней проблемы обеспечения жильем детей-сирот путем предоставления сертификатов жилищных. По итогам только 2021 года 125 детей-сирот получили жилищные сертификаты на покупку квартир. В настоящее время их число уже более 300 человек, а 100 человек уже превратили эти сертификаты собственно в свое жилье. Отдельно подчеркнем, что фракция КПРФ просила включить в повестку сессии вопрос о возвращении к прежнему пенсионному возрасту. Волна такой инициативы началась во многих региональных парламентах страны. Но депутаты Алтайского края большинством голосов накануне проголосовали за снятие этого вопроса. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов, День с толком. Между тем депутаты АКЗС считают, что список получателей сельской доплаты к пенсии нужно расширять. С предложением об этом они намерены обратиться к правительству страны. Эта доплата за сельский стаж, кто проработал более 30 лет, она в сумме 1641 рубль. Сейчас у нас получают уже 41 800 человек. И каждый год, ну у нас начиналось с 2020 года, у нас было 20 тысяч, затем у нас стали прибавляться. И понятно, когда мы уже приняли решение, что тех, кто у нас переезжает в город, они также получают доплату. Поэтому, естественно, сумма, численность увеличилась уже на более 20 тысяч. Но, к сожалению, могу сказать, что эта категория у нас убывающая, потому что это все-таки люди уже старшего возраста. И мы 2700 человек потеряли за три года. Мы обращаемся в правительство с тем, чтобы нести изменения в федеральный закон, который был принят о страховых пенсиях в 2019 году. И наши сельские жители, те, которые имеют стаж более 30 лет, они имеют надбавку такую. Мы идем поэтапно. И буквально в прошлом году было принято решение, опять же, благодаря законодателям Алтайского края, чтобы те люди, которые переезжают в город Барнаул, и имеют такой старший, не в город Барнаул, вообще имеется в виду, переезжают, если из сельского, из села переезжают в города, то они также будут получать эту фиксированную плату. И сейчас мы просим, обращаясь с тем, чтобы наши жители, те, которые работали до 1992 года, стаж у них входит только именно до этого срока. А далее, вы помните, что были реорганизации предприятий, и этот стаж потом уже не учитывается. Хотя люди проработали точно так же в сельском хозяйстве, ну это уже были не колхозы, а совхозы, но они работали точно так же в сельском хозяйстве и на тех же должностях, в тех же профессиях. Хочу сказать, что правительством именно Российской Федерации регулируется именно этот список, их более 500 наименований профессий, и мы бы очень хотели, что те жители, ну понятно, что нашего, конечно, Алтайского края, те, которые продолжали работу свою после 1992 года, чтобы они тоже получали такую доплату. К другим темам. На этой неделе в Барнауле началась подготовка к масштабному ремонту путепровода. В районе моста на новом рынке дорожники установили первые знаки для выделенных полос и запрета парковки. А уже 10 мая начнется строительство разворотного кольца. О том, как ремонт изменит привычную схему движения транспорта и к чему нужно быть готовым, смотрите в следующем сюжете. Ремонт моста на новом рынке – это то, что всем барнаульцам нужно будет пережить. Путепровод давно признан аварийным и требует замены. Новый мост, который появится здесь к ноябрю 2023 года, запроектирован на 100 лет вперед. Реконструкция позволит увеличить количество полос с 4 до 6. Впереди масштабные работы. 28 апреля здесь начнут устанавливать дорожные знаки. А уже 10 мая стартует строительство разворотного трамвайного кольца на новом рынке. Будет перекрыт проспект Ленина в районе улицы Пионер с заходом на вот эту площадку, где мы находимся. По сути, кольцо разместится вот здесь. То есть 10 мая движение из города в сторону космонавтов по проспекту Ленина и по путепроводу будет закрыто. Также не будет обеспечено движение по улице Пионеров в сторону Нового угла. Что важно, на этот период мы закрываем эту полосу путепровода из города, четная сторона, а не четную сторону сохраняем для движения. На это понадобится две недели. Следующий шаг – строительство кольца у дома быта. А уже с 25 мая движение по мосту полностью закроют. На проспектах Ленина, строителей Калинина появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Ремонт будет проходить почти в круглосуточном режиме. Но, как заверяет подрядчик, самые шумные работы придутся на дневное время. В целом на ремонт выделено более 2 миллиардов рублей. И пока исполнитель не видит каких-то экономических рисков, в том числе и по поставкам материалов. Деньги целевые, деньги никуда потеряться, скажем так, не могут. Поэтому, наоборот, более, скажем, гарантированный объект, нежели какие-то другие. Пока мы видим, что цены на материалы стабилизированы. Но мы как начинали оценивать при этапе торгов, да, то есть объект, пока часть даже материалов немножко, там, арматура чуть-чуть даже подешевела, да, с того момента. Добавим, что пешеходное движение на этом участке сохранится. Для этого организуют обход. В целом новая система движения ориентирована на то, чтобы горожане пересаживались на общественный транспорт. Ведь в среднем владельцам авто в час пик придется добираться на работу, возможно, на час дольше. Как теперь будет организовано движение транспорта, можно увидеть на сайте мэрии, а также в Телеграм. Сегодня у путепровода появился свой канал МОСТ. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. В конце апреля на АБИ открыли сезон речной навигации. Сначала перевозили только грузы, а с сегодняшнего дня от Барнаульского речного вокзала начнут курсировать и пассажирские теплоходы. Об этом и не только. Подробнее далее. Грузовые суда после зимней спячки постепенно покидают гавань. Сегодня четыре состава выходят на воду вечером для поставки стройматериалов. В основном это щебень и песок. Обь в прямом смысле связывает Барнаул с местами добычи этих ископаемых, что в Бийском и Каменском районах. Перевозка таких огромных грузов по суше плохо сказывается на алтайских трассах. Поэтому у речной отрасли нужно взять курс на развитие, уверены специалисты. С 1992 по 2013 год практически ничего не делалось, скажу так, только поддерживалось то, что есть. На сегодняшний день на базе нашего района водопутей имеем пять земснарядов. В советское время их было 13 земснарядов. То есть планомерно вся техника была, ну 50%, грубо говоря, даже больше 50% утилизирована на гвозди. Поэтому у нас стояла задача восстановить то, что есть. Ключевую роль в восстановлении отрасли сегодня играет соглашение 2015 года между правительством края, администрацией обского бассейна и грузоотправителями. С того момента флот вновь обратил на себя внимание. Его начали ремонтировать и по сей день для подхода судов продолжают осваивать необустроенные площадки. В скором времени приобретут еще одно судно стоимостью в миллиард рублей. А вот по части речного туризма пока совсем все не радужно. У нас теплоходы все серии марок типов 80-х годов. Они проходят через определенные фильтры технического состояния. Это регистр внутреннего водного транспорта, проверяет санэпиднадзор, различные службы. Ну, соответственно, сохраняется пока тот флот, который есть. Приобретать новый теплоход перевозчикам невыгодно. Даже несмотря на то, что ежегодно по воде перевозят более 170 тысяч пассажиров, затраты, считают чиновники, себя не оправдают. Да, и пока что из Барнаула, что претендует на звание туристического, можно уплыть разве что в Бобровку и Расказиху. Считанные дни остались до завершения декларационной кампании, то есть отчета о доходах за прошлый год отдельными категориями граждан. Среди них – миллиардеры и миллионеры нашего региона. Первых в Алтайском крае всего 6 человек, вторых – больше 13 тысяч, таковы данные налоговой службы. Отчитаться перед ней обязаны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, а также физлица, получившие доходы от продажи имущества. Однако в отношении последней категории есть исключения. Так, если размер дохода от продажи гаража, погреба или машины не превышает 250 тысяч рублей, то декларировать его не нужно. Не нужно отчитываться и о продаже недвижимости стоимостью до миллиона рублей. Но если квартира или земля превысила сумму с шестью нолями, то налоговики советуют не затягивать с подачи декларации. Во-первых, это грозит штрафом, а во-вторых, специалисты могут насчитать гораздо больший налог. Дело в том, что при самостоятельном декларировании плательщик сам рассчитывает доход с учетом имеющихся расходов. Налоговые органы расходы не учитывают. Покупали квартиру за 5 миллионов, продаете за 6. Если вы сами продекларируете, у вас будет к налогообложению всего лишь 1 миллион рублей. Если же мы начнем, даже просто будем считать, что кадастровая стоимость равна рыночной 6 миллионов рублей, мы дадим всего лишь вычет 1 миллион. Мы расходы не видим 5 миллионов по покупке этой квартиры плательщика. И у него уже под налогообложение пойдет практически 5 миллионов. В Алтайском крае растет число самозанятых. Их уже почти столько же, сколько индивидуальных предпринимателей. Это огромный рост, если учесть, что еще не так давно люди в штыки воспринимали нововведения о регистрации в качестве самозанятого и наотрез отказывались платить налоги. Почему же жители края стали выходить из тени? Об этом в следующем сюжете. Всего пара суток, как дизайнер интерьера Анастасия Гончарова, работает в новом статусе. И теперь она официально относится к числу самозанятых. К этому решению женщина шла осознанно. Почти 20 лет была сотрудником мастерской, но захотелось большего и для развития ушла в свободное плавание. В семье девушки принцип «все должно быть честно». Поэтому скрываться от налоговой Анастасия и не думала. Пошла и зарегистрировала себя как самозанятая. Эта система крайне понятна, крайне чиста, очень удобна. То, что сколько ты заработал, столько ты заплатил этот налог. Это удобно и для самозанятого, и для клиентов. Клиенты даже еще больше выгоды получают. Если мы, допустим, платим юрлица, это 6%, они возвращают налог 20%. Ну, я так примерно говорю. С отменой налога на вмененный доход у россиян осталось несколько вариантов. Перейти на упрощенку, патент или стать самозанятым. Последнее поначалу вызвало большие сомнения. Людей пугал официальный статус и оплата налогов. Но 4% для физических лиц и 6% для юрлиц. Такие размеры многие сочли приемлемыми. И вот последние данные по краю. Число индивидуальных предпринимателей и самозанятых почти сравнялось. Хотя последнему режиму налогообложения в регионе не полных два года. Только с начала 22-го самозанятых стало на 30% больше. Причем выбирают этот режим и индивидуальные предприниматели. Из всех самозанятых, 44 тысячи их, порядка 6% имеют статус индивидуальных предпринимателей. Остальные это граждане, которые мы говорим о том, что они либо поменяли режим налогообложения, либо вышли из тени. Такого роста числа самозанятых. Но видимо режим очень популярным оказался. Право на формирование пенсии самозанятость тоже сохраняет. Самые популярные для этого режима сферы – бьюти, айти, маркетинг, перевозки и ремонт. Ограничения по сумме дохода не больше 2,6 миллионов рублей в год. А еще нельзя иметь наемных сотрудников. Впрочем, скоро в стране должен начаться эксперимент, допускающий у самозанятых штаты из пяти работников. Кстати, Анастасии с ее планами это бы подошло. Дальше я думаю, что да, мы будем расширяться. Скорее всего это будет ИП. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. А вот многие селяне сейчас вынуждены покидать деревни из-за того, что больше не могут продавать домашнее мясо. По новым правилам забиваются животные разрешено только на бойнях. Сотни людей остались без единственного источника дохода. И как утверждают сами сельчане, некоторые предприимчивые крестьяне уже начали продавать непроверенное мясо буквально на улицах. Эту тему на этой неделе в регионе опять бурно обсуждали. Связано это еще и с тем, что о ней на Совете законодателей России, что прошел в Санкт-Петербурге, высказался и председатель АКЗС Александр Романенко. Подробнее в специальном репортаже Ирины Корчагиной. Здесь тоже у нас ушла женщина из Калманского района возили имя Сазалинска. Рынок Докучаева. Предприниматели выходят из игры, покупатели нищают. Причина – запрет на выдачу сопроводительных ветеринарных документов на мясо, забитое на домашнем подворье. Это значит, что теперь многие крестьяне не могут попасть на рынок со своим мясом. Ирина живет в селе Белояровка Топчихинского района. Сама содержит скот и продает мясо. Ближайшая бойня от Белояровки находится за сотни километров. Да и не у всех есть деньги на транспортировку и забой. Многие остались без заработка. Из села, где живет Ирина, уже уехало три семьи. У меня рядом дом пустой стоит, еще через дом еще пустой стоит. Если человека лишают заработка, у нас в селе многие жили вот именно за счет содержания скотины. Ну а если смысла жизни, как говорится, нет уже, если заработка нет, куда девают и подаваться? Конечно, выезжают. Ребрышки мы раньше продавали 260, ну 270 максимум. Основная цена у нас была 250, сейчас это уже 380-400. Мякоть была у нас по 450 максимум, сейчас это уже 600 рублей. Жители сел говорят, что сертифицированные бойни, воспользовавшись своей монополией, начали повышать цены. Да и сегодня, в принципе, далеко не в каждом районе есть бойня. Так и расходится непроверенное мясо по соцсетям и улицам. С чем боролись, на то и напоролись. Мне бы не хотелось здесь вместе с вами собираться и обсуждать вопросы, каким образом мы будем ликвидировать заболевание. Угроза возникновения африканской чумы и свиней на территории Алтайского края, она наивысшая на сегодняшний день. Потому что все факторы для возникновения данного заболевания у нас с вами имеются. А виды запрета домашнее мясо и так проверялось. Животное чипировали, заносили данные в систему Меркурий. Перед забоем скотину осматривал ветеринар. После забоя мясо отправляли в районную ветлабораторию. Третий раз мясо проверяли уже перед продажей на самом рынке. Накануне тема домашнего мяса озвучил и председатель Алтайского ЗАГС Собрания Александр Романенко на своем выступлении в Санкт-Петербурге. Александр Романенко выступил на Совете законодателей России. Спикер выразил мнение. Запрет на выдачу сопроводительных документов нужно приостановить, чтобы адаптироваться к санкциям и создать нужную инфраструктуру в крае. Важно приостановить, а не ликвидировать. Почему бы на сегодняшний день на федеральном уровне не вернуться и пока вот это ограничение приостановить. Мы за этот период времени нарастим наши объемы, то что я говорил, организации в целом, убойных пунктов и так далее. И когда ситуация, в том числе и международная, экономическая, будет более положительная, можно будет эти ограничения по новой ввести. Я еще раз подчеркиваю, все ограничения, которые сегодня введены, они правильные, они нужные. В принципе, позиция понятна, это любые бойни, любой цивилизованный формат, он более, так скажем, важен с точки зрения и качества продукции. Ну, это нормальный цивилизованный путь. Другой вопрос, сможем ли мы это обеспечить при нашей огромной территории, при таком количестве сельских населенных пунктов, а их 1700 у нас. Все-таки у нас в этой части, в большей степени, именно своеобразное органическое производство. По большому счету, приравняли и личное подсобное хозяйство, извиняюсь за выражение, с пятью поголовьями, пятью свиноматок, да, к большому свиноводческому комплексу. И я не теряю надежду, что, особенно может быть в сегодняшних условиях, когда мы говорим об импортозамещении, когда мы говорим о развитии товарного производства, когда мы говорим о продовольственной безопасности страны, в нынешних условиях, как раз, наверное, крайне необходимо отменять все нормы, которые сдерживают все наши развития. Кстати, сейчас у коров и свиней начинается сезон прививок. И по нашей информации, некоторые крестьяне задаются вопросом, а зачем теперь вообще чипировать и прививать животное? Подумаешь, сибирская язва, ящер, чесотка. А между прочим, тот же трихинелез может привести к смерти человека. А вот гвоздь в крышку гроба личных подсобных хозяйств уже забит. По существу жители деревни поставили перед выбором либо голодать, либо становиться правонарушителями. Ирина Корчагина, Алексей Фризин, День с толком. Проблема безопасности социальных учреждений снова прокатилась волной по России. Поводом для этого, к сожалению, послужила очередная трагедия. 26 апреля в Ульяновске мужчина с ружьем расстрелял в детском саду детей и нянечку. После происшествия главы ряда регионов страны дали поручение проверить охрану детсадов и школ. Насколько остро этот вопрос стоит в нашем крае, в частности в Барнауле, и какие меры нужно предпринять для лучшей защиты детей? Накануне об этом моя коллега Татьяна Голубева говорила в интервью с заместителем председателя по обеспечению деятельности учреждений Комитета по образованию Барнаула Василием Губановым. Такой вопрос сразу, да, с места в карьере, что называется, на ваш взгляд, школы и детские сады Барнаула. Они сегодня вообще под надежной защитой? Значит, основными и самыми важными вещами, которые есть в каждой образовательной организации, это ограждение территории, на которую нельзя проникать посторонним лицам, это видеонаблюдение, у нас 100%, и она захватывает весь периметр образовательных учреждений и выходит на один пост охраны, ну и само осуществление охраны. Сказать, что защиты нет, такого у нас нет понятия. На охрану барнаульских школ ЧОПами, да, частными охранными предприятиями, сейчас это, школы охраняются таким образом, не так давно выделили дополнительные деньги. А можно ли найти средства для детских садов? Потому что, ну, в детских садах же все-таки, наверное, не ЧОПы охраняют. На сегодняшний день у нас действительно охрана, именно школ, осуществляется силами частной охранной организации. Детских садов у нас организован свой собственный охранно-пропускной режим с сотрудниками данных учреждений. У нас с этого года, мы, как говорится, получили денежные средства и возможности организовать в 22-м, в 21-м и на 22-й переходящий год. Ну, этих средств нам выделены были, но этих средств достаточно оказалось только на уровень школ. На 23-й год, на последующий год. А, то есть, получается, выделили деньги, но и на школы, и на детские сады. Вам хватило только на школы? Да, соответственно, далее мы пойдем таким же путем. На следующий год у нас запланировано будет, также будет направлено предложение о том, чтобы рассмотреть возможность дополнительного финансирования этих направлений. На уровне федерации у нас сейчас звучат разные предложения о том, как нужно охранять детские сады и школы. Один из депутатов, да, предлагает привлечь силы Росгвардии. Политолог, ветеранов МВД. Вообще, как вам такие варианты? И, может быть, какой-то есть свой взгляд на решение этой проблемы у вас? Любое решение, которое будет принято на федеральном уровне, мы поддержим. И, в первую очередь, если на федеральном уровне будут рассмотрены сотрудники Росгвардии, находящиеся в образовательном учреждении, мы всегда это поддержим. Ну, вот что касается Росгвардии, ветераны МВД, вы бы кого предпочли видеть в детском саду на охране? Или, как бы, тут без разницы, пожалуйста, ЧОП, пусть дедушка с бабушкой сидят. Главное, чтобы вовремя реагировали. Надо здесь понимать, как воспринимается, что это будет сотрудник Росгвардии, либо это будет ЧОП. У нас не везде частные охранные организации, как вот, складывается мнение, сейчас вот получается, о том, что только пенсионеры. На самом деле нет. Также есть и люди, которые, ну, достаточно в молодом возрасте, так сказать, работают в образовательных учреждениях. Это определенный взгляд, который мы здесь рассматриваем. Сотрудники Росгвардии маленько, мы не представляем, наверное, на сегодняшний день, как видят это со стороны. Если это человек, который будет сидеть с оружием, ну, это недопустимо в образовательном учреждении. Вот для этого есть определенные пути. То есть есть сотрудник охраны, который должен нажать кнопку тревожной сигнализации и предотвратить проникновение. То есть если увидел, что по территории кто-то идет, ну, незамедлительно закрыть дверь. Нажал кнопку, подбежал, закрыл дверь. Если он уже прошел учреждение, есть у нас система управления доступом, наши турникеты. Заблокировал турникет, чтобы препятствие, так сказать, создать. Понятно. Ну, то есть Росгвардия пока так сложновато. Она должна приехать на вызов. Она приезжает. Вот в таком случае, да? Не более 7 минут. Если будут на федеральном уровне принято, что это будет Росгвардеец, но Росгвардеец, как мы понимаем, он проходит и другое обучение совершенно. Ну, может быть, даже в этом будет и лучше, мы бы это будем приветствовать. Ну, а если мы говорим о профессиональной охране, она вообще по карману сегодня нам, то есть Комитету по образованию? Может быть, все-таки выходить пора на федеральный уровень с тем, чтобы деньги выделяли на безопасность детей? Ну, целенаправленно, как бы регулярно, чтобы выделяли. Смотрите, у нас есть свой муниципальный бюджет. В рамках этого бюджета нам выделяются средства на данную реализацию данной программы. Ну, вы сказали, что, смотрите, выделили деньги, например, но хватило только на школу, на детские сады не хватило. То есть, получается, хотелось бы денег еще побольше на эти цели или нет? Естественно. И я думаю, что это будет и принято на следующий год. Ну, вы имеете в виду, а федерации или? Нет, на нашем уровне. Ну, а федеральные деньги стоит просить на это или? Это Министерство образования и науки Алтайского края. После трагедии в Ульяновске, в Барнауле, какие-то дополнительные мероприятия, да, там, по проверкам и охране школ и детских садов будут проводиться? Какие-то меры безопасности, может быть, принимать дополнительные? На сегодняшний день у нас ведутся проверки наших образовательных учреждений. Они есть у нас как и запланированные, которые идут у нас по графику, так и внеплановые. Ввиду случившегося в Ульяновской области у нас сейчас идет внеплановая проверка наших учреждений. Выезды, проверяем документы, проверяем действия, спрашиваем, как будете действовать в той или иной ситуации у сотрудников охраны, ну и у персонала. Ну и как? Вот вы проверяете, что можете сказать после проверок? Ну, с инструкцией все ознакомлены. План действия, как бы, понимают, что только сотрудников, что должен делать в той или иной ситуации. То есть, в принципе, работа налажена, но предела совершенства никогда нет. Мы стараемся улучшить, улучшить все наши направления работы. У нас, если мы возьмем сотрудников частной охранной организации, если выезжаем в учреждения, и нас не устраивает, как осуществляется охранно-пропускной режим, человек не знает, как пользоваться темной инструкцией, он незамедлительно пишется претензионное письмо, и сотрудник убирается с поста, и его меняют. А такие часто бывают случаи? Нет, таких часто таких случаев не бывает, потому что в основном люди проходят подготовку, и они понимают, где они находятся и для какой цели они здесь находятся. Мы продолжаем наши проверки, и есть же у нас еще и родители, которые нам тоже в этом помогают. Они обращаются в комитет по образованию, заведующим, заведующий соответственно транслирует и на нас данную информацию о тех или иных проблемах, вопросах. Если где-то есть какие-то замечания у них по поводу безопасности, мы на них тоже реагируем, мы принимаем меры. А какие замечания бывают, какого рода? Бывает так, что домофон вышел из строя, это же техника, она выходит из строя. Звонок, говорят, что не работает, мы разбираемся. Как в таком случае действует персонал, мы тоже уточняем в образовательном учреждении, проверяем, соответственно инструкциям или нет. Понятно. Ну получается, сейчас ждем денег на охрану детских садов? Да, будем, будем ждать, что все-таки наша, эта тема будет рассматриваться на всех уровнях, не только на нашем городском. Я думаю, что это будет рассматриваться на федеральном уровне, поэтому, а мы с своей стороны тоже будем налаживать этот процесс. С сегодняшнего дня у россиян, в том числе жителей нашего края, начались длинные выходные. Как планируют провести их барнаульцы, мы спросили у самих горожан. Как вы будете отдыхать на майские праздники? Что планируете? Дома, на участке. На даче? Да. На работе, работать буду. А кем работаете? Помощник пашиниста. На велосипеде, наверное. А куда поедете? В городе, в центре только. В центре катаюсь. А какие трассы посоветуете? Речной. Да. Ну, больше с октября. Не знаю даже, что еще. Безумрудный, может, парк. Вообще мало места, конечно. Работаю, честно. А кем вы работаете? Фитнес-тренером. Потому что у нас в фитнес-тренировках, как правило, не бывает выходных. Все тренируются в свободное время. Свободное время выпадает именно на праздники. Все стараются привести себя в форму, улучшить свое тело. Поэтому поток людей мне нравится. С мамой. Я хочу посмотреть с ними все фильмы на природу. А какие фильмы хотите посмотреть? Не знаю. «Веном-2», например. Я давно хотела с ней посмотреть. Либо какие-нибудь патриотические. Закажем пиццу. Пить будем. А между тем, сразу два фейерверка ждут жителей Барнаула на майские праздники. Один пройдет 1-го, 2-й – 9-го числа. Салюты с разницей в среднем в неделю запустят впервые в истории города. Да и в целом 1-го мая отметят более грандиозно, чем обычно. День Победы после двух лет пандемии тоже обещает быть масштабным. Далее подробнее. Набережная Молотобольская – парк центрального района. Основные площадки празднования 1-го мая. Впервые в этот день барнаульцев ждет фейерверк. Звание «Город трудовой доблести» обязывает. Залпы начнутся в 22 часа с баржи на Абим. 2-й – 9-й майский также в 22 часа будет еще более масштабным. Он будет чуть дольше, это порядка 8 минут. И постараемся сделать его более насыщенным, более эффектным. Оба фейерверка обойдутся в 800 тысяч рублей. Впервые спустя два года пандемии, после прохождения по площади советов войск барнаульского гарнизона, в 10.40 начнется шествие бессмертного полка по двум сторонам проспекта Ленина. С часа дня на Сахарова концертная программа. Сборную сцену установят, что называется, лицом к улице Молодежной. Развлекать барнаульцев будут 1200 человек из разных городских коллективов. Кстати, отмечать 9 мая начнут заранее. 7-го числа в Бельмесево откроют стеллу погибшим в Великой Отечественной. 6-го в барнаульских дворах планируют концерты для ветеранов. Все дни на мемориале славы будет гореть огонь. Из-за технических проблем его периодически отключают. Установка с ожиженным газом, который оборудовали в 1975 году, скоро будет реконструирована. Готовится проект подведения туда, на мемориал славы уже магистрального природного газа. Я думаю, что уже к следующему году, 9 мая, мы эту задачу выполним. И там будет постоянно гореть вечный огонь. Ну и самое главное, поздравлять ветеранов Великой Отечественной тоже начнут заблаговременно. Тех, кто захочет и сможет, доставят на праздник на площадь Советов. К слову, сейчас в Барнауле осталось 66 ветеранов. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все новости. Такой была уходящая неделя глазами наших корреспондентов. Я же желаю всем отлично провести праздники. Приятно и весело, но без происшествий. Напомню, для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Продолжение следует...